Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. И первый стих «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Почему Бог здесь называет себя Богом евреев? Этим самым Господь хочет донести до фараона мысль о том, что у этого народа есть защитник. И если фараон способен опомниться, то он должен опомниться, узнав об этом, потому что защитник евреев – это грозный защитник, который может и наказывать за порабощение их. И далее Моисей должен сказать фараону, ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то есть народ, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. «И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов израилевых не умрет ничего». Здесь мы видим, что животные, которые оказываются в руках нечестивых, они получают наказание вместе с этими нечестивыми. С чем это может быть связано? Есть такое объяснение, что египтяне предавались крайним формам распутства, в том числе и скотоложеству. А по закону Божию, если женщина стала, чтобы животное имело ее, или мужчина совокуплялся с животным, то побивают камнями и того человека, который причастен к этому греху, и то животное, с которым было совокупление. Ну и другая причина – это то, что египтяне обожествляли этих животных. «И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, из сего скота сынов израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав, «Завтра сделает это Господь в земле сей». То есть уже Господь сам назначает это время, потому что у фараона была возможность самому назначать время, когда начнется казнь, и он уже убедился, что все это реально. «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов израилевых не умерло ничего». Теперь мы посмотрим истолкование Исидора Сибильского по поводу муровой язвы. Он пишет, «Наказание за идолопоклонство. На пятый раз Египет поражен моровой язвой, которая убивала животных или скот. Этим наказывается безрассудство и глупость смертных, которые, как неразумные животные, стали поклоняться Богу под видом изображений не только людей, но и животных, вырезанных из дерева или камней. Почитая Амона, Зевса под видом барана, Анубиса под видом собаки, также поклонялись Апису под видом быка и прочим чудовищным богам, которыми восхищался Египет. И в тех животных, в которых они полагали присутствие божества, они увидели тяжкие наказания». Действительно, Бог наказывает людей за их грехи, их преступления. И, прежде всего, Господь сокрушает богов того или иного народа, бросая вызов суеверию того или иного народа. Ведь сейчас, например, молодежь не помнит, какое отношение было к Западной Европе, к Соединенным Штатам Америки, например, в 90-х годах. А в 90-х годах Россия и россияне молились на Америку, молились на Западную Европу. Когда была вот эта буржуазная революция 1991 года, началось поклонение всему западному, всему американскому, всему европейскому, и всем казалось, что вот скоро жизнь у нас будет такая же, как у них. Но Бог наказывает людей их богами, их суевериями. И сейчас какие санкции накладывает на Россию та же самая Европа, та же самая Америка. Таким образом, Господь как бы показывает ошибочность того пути, на который мы вступили в определенный момент. «Итак, и сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота Израилевых не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народ». Пока еще он ожесточается сам. «И сказал Господь Моисею и Арону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона». А почему надо взять горсть пепла из печи? Потому что Египет, как мы видим в пророческих текстах, он был как печь для народа Божия, то есть их там мучили, как в неком горниле. А что значит взять полной горстью? Полной горстью вот так, в древности брали вот так, это считалось полной горсть, и потом выбрасывали, вот так выбрасывали. И что происходит далее? «И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи, предстали пред лицо фараона, Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. А теперь посмотрим, какое объяснение нам дает остроумный Исидор Сибильский по поводу шестой казни. «В шестой пытке появляются нарывы и воспаленные волдыри. Нарывами наказываются коварные и гноящиеся язвы этого века. Волдырями же напыщенная и надутая гордость, воспалением гнев и злобное безумие. Такие страшные наказания обрушаются на мир для изображения его ошибок». Мы видим, что в каждом случае наказание оно соответствует той вине, которая лежала не только на фараоне, но и на всем Египте. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и вись пред лицо фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. И вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. «Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут». Вот здесь, конечно, проявляется божественное милосердие. Господь замыслил такое наказание, но при этом Господь дает совет, что можно сделать, чтобы избежать гибели не только людей, но и животных. То есть суд Божий, он не без милости. «Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». То есть более разумные египтяне поступили по совету Господа. А вот, скажем так, атеисты того времени, которые не признавали Бога Моисея, они проявляют упорство. «И сказал Господь Моисею, «Прости руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей, жезл свой к небу, и Господь произвел гром, «И град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую». «И был град, и огонь между градом, град весьма сильный, такого не было во всей земле египетской со времени населения ее». Если брать еврейский текст, оригинальный, и интерпретацию его, то речь идет о граде, очень крупном, внутри которого был огонь. Казалось бы, несовместимые вещи, град и огонь, но здесь как бы эти несовместимые вещи были объединены вместе. Давайте посмотрим объяснение Исидора Сивильского по поводу этой казни. Он пишет, «Под громом имеются в виду укоры и божественное обличение, ибо он, Господь, наказывает не в молчании, но подает голоса и посылает с неба учения, через которые мир, будучи укорен, может осознать свою вину». Он посылает и град, который может уничтожить нежные пока еще ростки пороков. Он посылает и огонь, зная, что существуют терновники, колючки, которые этот огонь должны, которые этот огонь должен поглотить. О нем говорит Господь, огонь пришел я низвести на землю. Этим огнем уничтожаются страсти и похоть. Таким образом, мы видим, что каждая казнь, она была связана с какими-то преступлениями египтян, это и поклонение реке Нилу, это и поклонение животным, это суетность их поэтики, когда они воспевали грехи и пороки. «И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле, от человека до скота и всю траву полевую побил град и все деревья в поле поломал». Вот невнимательные люди, которые небрежно читают Писание, они говорят, а откуда же вообще взялись тогда люди, если всех побило? Но выше мы прочитали, что были мудрые египтяне, которые спрятали своих животных и сами спрятались, как им и посоветовал Господь. «И послал фараоны, призвал Моисея и Ароны и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град и отпущу вас и не буду более удерживать». Вот в этих ответах фараона мы видим, что он познал имена Божия. Он как минимум знает два имени Бога, это имя Господь, который милостивно оберегает свой народ и хочет его спасти, но он знает и другое имя Божие. Собственно, Бог Элогим, то есть правосудный, который наказывает нечестивцев. Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, так как город был полон идолов, простру руки мои Господу, громы перестанут и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». То есть Моисей не хочет молиться среди идолов. «Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Здесь два имени Бога – Господь и Бог. Моисей как бы говорит «Господа, который милосерден к нам и Бога, который гневен по отношению к вам». Ибо одно имя означает милосердие, другое – правосудность. Ален и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, Ален осеменился, а пшеница и полбы не побиты, потому что они были позднее». Вот здесь мы видим, что Господь не весь урожай уничтожил, то есть что-то и оставил. «И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром и продолжал грешить и отягчал сердце свое сам и рабы его. И ожесточило сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея». Как только гром перестал грохотать над головой египтян, они все забыли о Божьем гневе, они все расслабились и вернулись к своему прежнему греховному образу жизни. Но впереди будет восьмая и девятая из казни египетских, но об этом мы будем читать в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, когда будем изучать десятую голову. Друзья, чтобы вовремя получать информацию о беседах на новые главы, подписывайтесь на библейский портал Экзегет. Спасибо Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok